Если представить себе, что Пригожин повелся на прыжок с пятого уровня в иерархии российской на вторую, например, и это для него цена вопроса, и гарантия он считает получение существенной должности, например, то с его точки зрения можно понять, он не готов возглавлять мятеж, который победный, становится военным диктатором России и всякое такое, но готов, например, в старой путинской системе существенно поднять свой вес. Но система так не работает, вот что все дело. Система, увы, не работает через военный шантаж, поэтому как бы тут, ну вот он удивил, он же попал во все архетипы, во все требования коллективной российской души. Чувак, который опустил кадровца, русский мужик, покатался за 30 лет уже. Чувак, который реализовал запрос на правду и на справедливость, базовый запрос, который есть в российском обществе, две главные цикальные желания российской души. Но самое смешное это формулировки. Еще 8 часов назад они кричали что? Что мы идем покончить с коррупционерами, несправедливостью, неправдой и раздорением России. Передумали его. Ну, приехал Лукашенко, это означает, что теперь в России резко перестали быть коррупционерами неправда и несправедливость.